Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События понедельника в репортажах наших респондентов. Главные новости. Главы четырех регионов СКФО подписали соглашение о взаимодействии при проведении мероприятий по празднованию столетия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Максимально быстро, без ожидания провести эту процедуру. Очередной пункт вакцинации открыт в торговом центре «Россия». Там есть все условия для проведения безопасной прививки. Новый год для наших детишек – это самый светлый, самый лучший праздник. Все, без исключения учащиеся с первого по четвертой классы, получат новогодние подарки от главы Карачаева-Черкесии. Когда разворачиваешь снежинку, всегда какой-то уникальный узор получается. Снежинки, сосульки, деревья в снегу и сказочные олени – школьники вовсю готовятся к Новому году. Главы Карачаева-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края подписали соглашение о взаимодействии между регионами по празднованию столетия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Высокие гости также посетили картину-галерею Республиканского историко-культурного природного музея-заповедника. Подробности у Мурата Джанкёзова. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, Кабардино-Балкарий Казбек Коков, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Карачаева-Черкесии. В приветственном слове Рашид Тимрезов отметил, что регионы объединяет многовековая дружба, теплые искренние традиции взаимоуважения и добрососедства. Праздничные мероприятия, посвященные столетию трех республик, пройдут в том числе и в соседних регионах. Хорошее предложение Казбек Валерьевич высказал о том, чтобы мы в городе Ставрополье провели совместное праздничное мероприятие всех наших трех республик. Если ситуация будет позволять, то в следующем году мы и в столице нашей родины, в Москве, очень торжественно проведем совместное культурное мероприятие праздничное. Поэтому уровень нашего взаимодействия, он каждый день, мы каждый день на связи, делимся опытом, делимся какими-то конкретными практическими вещами, которые помогают только в развитии наших регионов. Главы субъектов назвали залогом процветания, мир и согласия между народами, единство целей и задач, добрососедские отношения. У нас много родственных отношений, много бизнеса, который работает на территориях. Это как и от нас у вас, как и от Харачевая Черкесия, из Кабардиан-Балкарии, в республике Адыгея. Много смешанных браков уже. И это изо дня в день идет просто усиление работы и взаимодействия. А столетие – это юбилей, на котором какой-то итог мы подведем и покажем, вот насколько республики развелись. Я сейчас со Ставрополя ехал, проехать по дороге невозможно, потому что от Ставрополя до Архиза стоит пробка. А до Донбая вообще нельзя добраться, потому что Донбай гораздо лучше. Мне Донбай больше нравится, мне Донбай больше. Мне это не приятно. Также обратно люди приезжают, бизнес делают, люди приезжают, учатся. Мы точно совместно с друг другом общаемся и друг другу всегда помогаем. А если говорить по столетия, знаете, оно только усилится путем того, что действительно мы обогатим друг другу культурой. Мы вовлечем в это огромную массу людей, потому что все-таки это знак государственности, и об этом должны знать все. А то, что касается отношений дальнейших, мы знаем, что это незыблемо. И пока есть наша страна великая, народы, проживающие в нашей стране, будут всегда едины, объединены и идти вместе. После подписания соглашения гости посетили картинную галерею Республиканского историко-культурного природного музея-заповедника. В ней выставлены оригинальные экспонаты, редкие старинные книги и работы именитых художников России. Мурат Жанкиозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день работника органов безопасности России, уважаемых сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы по Карачаево-Черкесии поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Люди вашей профессии обладают особым складом характера, который позволяет исполнить долг перед Отечеством с полной отдачей. Ваша служба, сопряженная с риском для жизни, ежедневно требует от каждого из вас самоотверженности, стойкости, мужества, дисциплинированности, бдительности. Ваш профессионализм – залог стабильности государства и общества. Ваша последовательная деятельность по всем основным направлениям, в том числе противодействия терроризму и экстремизму, борьба с преступностью, коррупцией и обеспечения информационной безопасности, безусловно, является гарантией стабильности и безопасности страны и ее граждан. Благодарим всех сотрудников управления за честную, добросовестную и плодотворную работу. В Черкесском торговом центре России открылся дополнительный пункт вакцинации против COVID-19. Он расположен на четвертом этаже. Главный врач поликлиники Черкеска Зураб Гогушев рассказал, что пункты были открыты в торговых центрах для минимизации потери времени людей, которые хотят пройти вакцинацию. Аналогичные расположены в городской поликлинике, а также в торговых центрах лента и панорама. Зураб Гогушев отметил, что при входе в торговые центры QR-коды теперь не требуются. В новых пунктах вакцинации есть все для проведения прививочных процедур. При этом медики напоминают обязательно при себе иметь паспорт и снилс. Мы открываем новый пункт вакцинации, который будет располагаться в торговом центре России. Почему мы здесь открыли? Для доступности населения и, скажем так, минимизации потери времени людям, которые желают пройти вакцинацию. Есть необходимый состав и объем оборудования, лекарственных препаратов, аптечек неотложной помощи, которые находятся в том числе и в условиях поликлинической службы, в поликлиническом отделении. Мы в течение дня смотрим загруженность наших пунктов и в случае необходимости достаточно оперативно расчираем состав для того, чтобы максимально быстро, без ожидания провести эту процедуру. Все условия, согласно санитарно-эпидемическим нормам, соблюдены. Безусловно, имеются холодильники с соответствующим температурным режимом. В частности, наши холодильники – это от минус 20 до плюс 20, в принципе, их работают. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 31 521 человек. Из них 27 532 выздоровели, 454 человека – госпитализированные. Исполняющая обязанности руководителя управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Аминат Батчаева провела пресс-завтрак для представителей средств массовой информации. Аминат Батчаева отметила важность своевременного и правильного донесения до жителей республики информации о возможностях и правах, которые гарантированы законом. Рассказала о законодательных инициативах, Росреестре и реализации в субъекте. В том числе речь зашла и о дачной и гаражной амнистиях, а также о реализации федерального закона о выявлении права обладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Затем состоялось награждение. Благодарственными грамотами отметили ведущие республиканские СМИ за объективное освещение деятельности ведомства и многолетнее информационное сотрудничество. Участники делового завтрака выразили пожелания о дальнейшем плодотворном взаимодействии в сфере освещения деятельности Росреестра. С 2020 года Росреестр стал органом нормативно-правового регулирования. То есть мы уже можем вносить законодательную инициативу. Одним из первых законопроектов было то, что без всяких условий Росреестр предложил разрешить всем арендателям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, продлить договоры на три года. Кроме того, в течение двух лет было много законодательных инициатив. Это и гаражная амнистия, и дачная амнистия. Кроме того, 518-й такой у нас закон очень интересный. Тесно мы работаем и с органами местного самоуправления, поскольку в большей степени на них возлагается помощь гражданам. МЧС предупреждает, в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров лавина опасна. Но сейчас прогноз от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии осадки, мокрый снег, местами сильные. Ночью в горных районах очень сильный мокрый снег. По республике Туман гололёд, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-5 в горах до 10 градусов мороза, а днём минус 3, плюс 2, и местами минус 3, минус 8 на дорогах гололедицам. В Черкесии мокрый снег, ночью и утром туман и гололёд. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 3, а днём минус 1, плюс 1. Внимание! С 21 по 25 декабря распродажа белорусской кожаной обуви для проблемных ног. В городе Черкесск, улица Горького 8, Центр развития предпринимательства. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Карачаево-Черкесии поступили новогодние подарки для детей от главы Карачаева-Черкесии. Около 30 тысяч детей республики получат сладости. По традиции, новогодние подарки от главы получают все, без исключения учащиеся, по 4 классы. С 1 по 4. Кроме того, им вручат детям, добившимся значительных результатов в учёбе, спорте, искусстве и культуре. Всего 600 человек. А также подарки получат 2 тысячи детей, отказавшихся в трудной жизненной ситуации. В том числе воспитанники социальных учреждений и дети с ограниченными возможностями здоровья. Новый год для наших детишек – это самый светлый, самый лучший праздник. И дети ежегодно ждут новогодние подарки. Это радость, счастье для детей. И вот для учащихся 0-4 классов, по решению главы республики Карачаева-Черкесия, дети получат новогодние подарки. Дети очень ждут этого момента, и с удовольствием получают, и радуются. Наступление Нового года с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Вообще образовательная Куржиновская школа к празднику готовится заранее. Как это происходит, выяснял Алибаташев. Обычная белая бумага превращается в снежинку. Причудливость узора зависит от фантазии автора, его настроения и желания. Вырезать снежинку на Новый год после уроков решил и восьмиклассник Егор Струин. Результат превзошел ожидания. Не первый раз я уже такое делаю. Раньше дома мы так украшали. Это интересно, да, всегда, когда вырезаешь не по шаблону, не знаешь, что у тебя получится. И когда разворачиваешь снежинку, всегда какой-то уникальный узор получается. Это очень интересно, замечательно. Мы вырезаем снежинки, украшаем окна, рисуем рисунки на окнах красками. Мы вырезаем сосульки, которыми украшаем наш коридор. Делаем композиции с картоном. Мы делаем олени, делаем сани, елки. В этом году мы сделали такую композицию в коридоре, как сказочный лес. Мы его украсили деревьями, которые облепили ватой, калиной и дождик из потолка у нас. То есть атмосфера уже Нового года у нас. А дети сами как на это реагируют? У детей поднимается настроение, они тоже активно в этом принимают участие. Результаты своего труда дети видят сразу. Просторный школьный коридор постепенно становится порталом, откуда открывается путь в новогоднюю сказку. Реализуем идеи детей, чтобы было весело, красиво и комфортно. И предновогоднее настроение. А сами дети как к этому относятся? С удовольствием. Не как скучная какая-то обязанность? Нет, не как обязанности, а с удовольствием действительно реализуют свои идеи, свои возможности. И у вас каждый год, да, так вот, что-нибудь новое, да? Каждый год у нас сказочное настроение, сказочная атмосфера. Ну и празднование Нового года тоже просто волшебное и интересное. В сказочном королевстве уже выпал снег. Остается запрячь в рождественские сани оленя, нарядить елку и ждать Деда Мороза со снегурочкой. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Урупский район. Таким был понедельник, Карачаева-Черкесия, а прямо сейчас продолжение детективного сериала «Тайны следствия». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»